В этот благодатный месяц Рамадан мы команда Голден Муслим хотим подарить вам 5 путевок на Умра. Не нужно подписываться на десятки людей, просто скачайте приложение Безлики, вы автоматически станете участником и сразу же получите свой номерок. Такого еще не было. Ассаляму алейкум, ребята, добро пожаловать на новый эпизод Smile2Janna. Немного ранее Индия праздновала один из своих главных праздников, фестиваль Холли. Вы, возможно, не знакомы с названием этого праздника, но могли видеть на фотографии и видео, как люди бросают друг другу краски. На данный момент главная правящая партия в Индии является экстремистская национистическая партия, вы, возможно, знакомы с их названием, Хиндутва. И она проникла практически в каждый аспект жизни современной Индии. И, как я и говорил ранее, ненависть не знает различий. И мы видим, как она проявляется в различных аспектах жизни. Касается ли это религиозной нетерпимости или фестивалей? Можно увидеть ролики, в которых индийские мужчины трогают и ощупывают случайных женщин под предлогом священного фестиваля. Но до того, как мы погрузимся в эти беспокойные и неприятные примеры, я хотел бы вас познакомить с основами праздника Холли. Откуда он появился? Давайте сначала разберемся с огнем Холли. Хиранья Кашипу был королем которого, которому были дарованы особые силы Брахмой. Его сын, Прохлада, поклонялся Вишну и отказывался поклоняться своему отцу, к огорчению посреднего. У сестры Хиранья Кашипу в Холлике был огнеупорный плач. Ее брат попросил убить Прохладу в огне, но плач слетел и защитил ребенка вместо нее. Она же сгорела заживо. И этот огонь отмечают в праздник Холли. Разве это не настораживает? Женщиной манипулировал ее властный брат, принудив ее причинить вред ребенку, впоследствии чего она сгорела сама заживо. Но каким-то образом это хорошо и нужно отпраздновать. Также расскажу вам историю, связанную с сытным порошком. Эта история не восходит к подлинным индуйским писаниям, но с культурной точки зрения восходит к двум главным историям. Первое. О том, что Кришне понравилась Радха. Кришна это один из их богов. Но Кришна был темнокожим, а она светлокожий. И он беспокоился о том, что не понравится ей из-за своего темного оттенка кожи. Он страстно ее желал и опечалился. Его мать это заметила и предложила кое-что. Почему бы тебе не взять немного цветного порошка и не обмазать им ей свое лицо? Но знаете, как это бывает обычно. Он пошел и сделал это, и каким-то образом это сработало. Какие мы уроки можем излечь из этого? Во-первых, если это бог, то что он пытается сказать уже и так запутавшимся людям? Потому что в Индии и Пакистане одним из главных популярных кремов является крем Fire & Lovely, который осветляет вашу кожу. Мы знаем, что британцы отправились туда и колонизировали их в течение двухсот лет. И возможно поэтому они равняются на белых людей. Но это все не помогает ситуации, особенно когда бог в кавычках стесняется своего цвета кожи. Это не очень-то и помогает, а также в Индии довольно жарко. Поэтому большинство людей имеет темный оттенок кожи. И то же самое мы говорим, когда дело касается христианства. Если вы утверждаете, что Иисус бог, то почему он белый? Почему он выбрал такой цвет кожи? Он что, пытается сказать, что он предпочитает белых над черными? Вы видите это? Возникает слишком много вопросов. Вы можете попытаться как-то выкрутиться, но это не особо помогает. Так что, по крайней мере, мы можем сказать, что Кришна считает, что его цвет кожи – это его недостаток, а светлый оттенок кожи лучше. Согласно второй истории, Кришне понравилась Радха. Радхе понравилась Кришна. Но Радха об этом не рассказывала ему. И тогда он пошел и обмазал ее порошком. А она его. А какой урок мы можем здесь извлечь? Что если тебе кто-то нравится, и ты думаешь, что этот человек любит тебя в ответ, то ты можешь его трогать чем-то и обмазывать? И это нормально. И это именно то, что мы наблюдаем. Такое происходит с иностранными туристами. Празднующие так трогали, ощупывали одну женщину из Японии, что полиции пришлось вмешаться. Еще один случай произошел пару лет назад, но он все еще актуален сейчас. После этого один парень схватил мою грудь, он даже не совсем схватил меня за грудь. Он обхватил меня рукой и скрутил мои соски. Это еще не упоминая о мусульманках, которые просто идут по своим делам, но их насильно включают в празднование фестиваля, в который они даже не верят. Представьте, если бы мусульмане сделали подобное. На праздник жертвоприношения мусульмане зарезают животное, которое потом употребляют в пищу и раздают бедным. Индусы не употребляют говядину. Представьте, если бы мы начали насильно заставлять их кушать ее и кидать ее в них. Это было бы во всех новостях, но из-за того, что главные новостные станции Инди находятся под контролем экстремистского правительства, одержавшего победу. Совсем неудивительно, что подобные случаи не придаются огласке. На самом деле ситуация настолько удручающая, что если они заподозрят тебя в том, что ты везешь мясо, то убьют тебя. Вот, пожалуйста, согласно этим новостям, подобное произошло совсем недавно. Иронично, но Индия является самым крупным экспортером говядины. То есть это нормально, отдавать мясо Макдональдсу и так далее, но везти себе мясо, это для них уже слишком. И в заключении, знаете, что еще иронично? Они очень любят обвинять ислам и в неуважении к женщинам. Извините, но давайте тогда вы назовете нам хотя бы один фестиваль, в ходе празднования которого мы можем, как бы, не взначал лапать женщин. Покажите, где в ваших книгах написано, что нам позволено это сделать. У нас это не разрешено, будь это на фестивале и в другом месте. Я вам приведу последний пример, который произошел здесь, в Великобритании, с имамом Митчесси Хейс. Он встретился с принцессой Кейт, она протянула ему руку, а он отказался пожимать ее, со всем уважением. Потому что, согласно ортодоксальному мнению в исламе, мужчина не позволен прикасаться к чужой женщине. Посмотрите, как прекрасна наша религия. В то время как четверо из пятерых женщин подвергаются сексуальному домогательству в Великобритании. И появляется движение вроде «Миту», и у нас есть ислам, который запрещает нам трогать чужую женщину. Это красота ислама, ее актуальность. Поэтому, как вы смеете приходить и поднимать старую тему насчет стройного таляка? Я вижу эти комментарии, и они настолько глупы и настолько неуместны. Да вы вообще лапаете людей направо и налево, под приблогом в фестивале. И справедливости ради, если вы утверждаете, что ваша религия от Бога, тогда почему ваш Бог позволяет подобные праздники, в ходе которых придурки подвергают других насилию? Вот почему в исламе мы предотвращаем все это на корню. Нам не дозволяется даже пожимать руки женщинам, не то что лапать. Если просто подать руку, в этом нет ничего страшного. Нет, это с этого все и начинается. Ислам это пресекает. Почему? Потому что ислам это практически применимая религия. Что же удивляться тому, что ислам является самой быстрорастущей религией в мире, и большинство принимающих ислам это женщины. Это потому что они находят покой и безопасность в достоверных учениях нашей религии. И красота ислама заключается в том, что вы можете отследить все наши действия, ведь все это находится в текстах. Тексты доступны для любого человека. Я лишь хотел поделиться с вами своими мыслями. Пусть Алла поможет нашим братьям и сестрам, которые страдают в Индии. Давайте закончим на этом, до следующего выпуска. Друзья, огромная вам просьба. Прямо сейчас нажмите на колокольчик, включите уведомления и не пропускайте наше видео. Также поставьте лайк под этим видео и напишите любой комментарий. Только представьте, если мы в эту ночь пожертвуем 30 рублей, которые пойдут на продукты питания для нуждающихся, на ифтары, колодцы, пальмы, мечеть, мадресе, на кораны для мечети пророка Мохаммада, мир ему благословения, и в бедные страны, то нам запишется, как будто бы мы в течение 83 лет каждый день кормили нуждающихся, строили мечети, мадресе, колодцы, пальмы и покупали кораны. Только подумайте, ваши 30 рублей милостыни превращаются в немыслимое количество пожертвованных вами денег и сделанных вами благих дел. Не упускайте такую возможность в этот рамадан. Все отчеты на аккаунтах, указанных ниже.